Всем привет, вы на канале Кроссовок и сегодня очередной обзор модели, долгожданный обзор Супернова Страйт. Краткие характеристики. Перепад 10 мм, 35 пятка, 25 носочная часть. Вес в размере 9 UK составляет 269 грамм. Именно UK, обратите внимание, не US. Подошва DreamStrike Plus в передней части, основа это PEBA. Подробнее расскажу чуть дальше. Тип пронации нейтральный. Итак, мы имеем нейтральные тренировочные кроссовки для каждодневных работ от компании Adidas с презентованной новой пеной DreamStrike Plus. Очень долго искал информацию, на основе чего она сделана, нашел на основе PEBA. Где-то даже сравнивают ее с LightStrike Pro, что меня сильно удивило. Эта пена заменяет в подобных моделях Boost, потому что является более упругой, достаточно плотной, при этом гораздо меньше весит. И это решение, конечно же, правильное. Вот здесь ее снизу очень хорошо также видно, эту вставку в передней части. Давайте начну с верха, как обычно. Вверх у нас представляет собой инженерная сетка, она двуслойная. Вентилируется вполне себе неплохо. Есть ламинация под штуруки, есть петелька под дополнительное отверстие. Сами штуруки плоские. Такие штуруки не развязываются, мне очень нравятся эти штуруки, которые использует Adidas. Использует он их довольно часто в тренировочных моделях. Язычок. Средний по плотности, довольно мягкий изнутри. Пятка как раз-таки зауженная и довольно плотная. Наполнение хорошее. Не будет у вас ощущения, что она у вас люфтит. В этой модели это прям очень крайне малая вероятность. Еще из особенностей мы имеем немного необычную по форме стельку. Дело в том, что у нее есть борта такие поддерживающие по бокам. С медиального края, с внутреннего края стопы есть поддержка. И с латерального края, с внешнего. Но пятки здесь вот как чаши, как таковой особо и нету. Обычно в этой стельке пяточные чаши есть. Это довольно интересно. Стелька имеет сверху шершавый материал, который не дает стопе скользить по ней. И сама по себе есть плотный достаточно эво. Этот материал довольно застойкий. Нюансом является то, что он не отводит влагу. Не может вбирать в себя влагу. Сбоку мы можем видеть, как материал пропускает свет. По бокам также вентиляция у нас присутствует. Ну и в передней части стопы. Язычок довольно плотный. На вентиляцию через язычок я бы особо не рассчитывал. Под стелькой текстильный подклад. Все неплохо прошито. В идеале, чтобы был, конечно, пеноматериал. Потому что он продолжает амортизация. Но в целом он в этой модели из плюсов. Он довольно мягкий. Он довольно мягкий на ощупь. Он не твердый, не жесткий, тоненький. И это хорошо. Сразу под нем идет пена на основе эво. Необычная еще также деталь. Это эво карьер. Это вставка. Вот эта пяточная область. Она сильно асимметричная. И при беге на разных скоростях. А бегал я, сейчас вам покажу, и на 10 км в час, и на 12, и на 16 км в час. Эта вставка немножко пушит. Я вот бегаю в основном с пятки на носок. На высоких скоростях, конечно, выхожу уже на стопу. Но вот когда бежишь именно с пятки, бренд позиционирует то, что она дает поддержку в этой области. Но я больше чувствовал, как она пушит. Также получается за счет вот этого выступа, такого сильного, наружу вы наступаете чуть раньше немножечко. Чуть раньше касаетесь пятка. Если вы бежите с пятки, раньше начинается демпфер. Но самое то, что меня поразило, то, что она вот дает вот этот эффект, сразу с пятки немножко толкает вперед. И, конечно же, здесь есть рокер, активный такой перекат. На скручивание кроссовки неподатливые, в этом плане все неплохо. Резина используется Adiver. Это одна из самых износостойких резин вообще на рынке. Чем мне нравится Adidas, он может использовать тоничную резину, которая будет служить очень долго из-за ее высокой плотности. И также она будет иметь хорошее сцепление. И по итогу, что мы получаем? Мы получаем тренировочный кроссовок с двумя разными пенами. Он не тяжелый, рассчитанный, я считаю, все-таки на пяточника, потому что в них очень комфортно бежать с пятки. На соревнования я бы такие не взял, только если вы любитель или начинающий. На нейтральную проноцию стопы кроссовок довольно стабильный. И мне очень нравится то, что Adidas делает пены на основе блокса полимеров, то есть на основе пебы. Потому что такие пены обладают действительно хорошей очень упругостью, высокую упругостью. Естественно, Эву они обходят еще аналоги ТПЕ пены и при этом имеют невысокий вес. В данном случае мне кроссовки понравились. С комфортом, я считаю, в них можно бегать. Из слабых мест, да ничего я не вижу у них, честно говоря, по слабым местам усиление внутри доходит до сюда. С внешнего края мизинец практически закрыт, только если со временем у вас может перетереться мизинец. Но вот тот момент, то что усиление заканчивается здесь, все-таки чуть-чуть добавляет гибкости. Хотя кроссовок не должен быть сильно гибким, он вас пушит именно за счет переката. То есть он вам сам немножко доворачивает стопу. Это в современной обуви очень часто встречается. И я ничего не имею против этого. Это действительно очень комфортно и добавляет динамики при беге. Также подписывайтесь на группу ВК, там я выкладываю новости из беговой обуви. Стараюсь делиться событиями, мероприятиями, которые приходят в Спортмастер не только. Скоро будет видео еще про один магазин, в который я зашел и посмотрел кроссовки. Поэтому, пожалуйста, заходите. Очень буду рад вас там видеть. И всем удачного лета, кайфуйте. С вами канал Кроссовок. Пока-пока.